Прогноз на бой Марлон Мараес с Сон Ядон на UFC Vegas 50 За разбор этого поединка проголосовали вы, подписчики нашего телеграм-канала. Бой в легчайшем дивизионе и формате максимум 3 раунда по 5 минут. Бойцы подошли к поединку в разной форме. Мараес скатывается в небытие и уже на пороге топ-10 UFC. В случае поражения вполне вероятно, что с ним расторгнут контракт. Ядон наоборот прогрызает себе путь в топ-10 и готов вынести соперника досрочно. Череда поражений Мараеса повлияла на котировки букмекеров, и он открылся сильным андердогом за 2,5. А к настоящему моменту за его победу дают выше 3. Неужели китайский боец настолько силен, что может в легкую одержать верх над бывшим претендентом на пояс чемпиона? Давайте разбираться. Еще больше прогнозов на UFC в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте. Ссылка под этим видео. Марлон Мараес Да, карьера на спаде после трех поражений. Но все это ребята из топа, хорошая позиция. Сразу можно сказать, что Ядон с бойцами такого уровня еще не встречался. Разница в возрасте тоже не в пользу Марлона. Но 33 года – это обычно пик формы у бойцов, если брать усредненное значение. Так что тут все будет зависеть от подготовки не только физической, но и ментальной. Насколько отпустит в своей голове поражение и будет работать, как еще работал 3 года назад. В октагоне Мараес может нам предложить подготовку джитсера и тайского боксера. В обеих дисциплинах у него черный пояс. Опасна левая – передняя рука в кроссе и прямом ударе. Обратите внимание, насколько он часто пытается ей поймать соперника. Справа у него в арсенале оверхенд, которым машет по делу и без. Не против выкинуть бэкфист и поразить соперника. Ноги хорошо заходят в лоу-кики и хай-кики. В крайних поединках мы не могли в полной степени насладиться его работой в партере со стороны силы. Фонд вырывался, а Двалишвили навалял по самое не балуйся. Тейки делает крайне редко и неохотно. А теперь о слабых сторонах Мараеса. Здесь сразу бросается в глаза откровенно слабый футворк и периодическое застаивание. Все это вытекает из-за его медленной работы и какой-то непонятно зачем экономии сил. Следующим минусом являются низко опущенные руки. Если сюда приплясывать медленную скорость работы Марлона, то ему из-за этого частенько прилетает в голову. Сон Ядон Молодой и перспективный боец, таких называют проспектами. Предлагает в октагоне стиль ушу. Мы часто видим двойки на руках или размашистая атака из трех-четырех ударов в голову. Бьет только правая нога. Здесь летят мидл и хай-кики, причем очень резко. Левая нога периодически проводит лоу-кик, но только для обозначения, а не нанесения урона сопернику. Стиль ведения поединка подбирает исходя из работы оппонента. Может отработать вторым номером, а может и надавить, если видит, что соперник ослаб. Ядон усыпляет бдительность малой активностью и резко сближается в атаке. Таких подскоков за раунд может быть 5-6. Футворк хороший и зависит от скорости соперника. И вот тут особенность. Если надо двигаться много, то руки опускает низко и получает за это по щекам. А при медленном сопернике ему не нужно тратить энергию, и он спокойно держит руки у подбородка. Тейки пропускает, но очень юркий и способен подняться на ноги в центре октагона даже в третьем раунде. Отличное чувство дистанции и тайминг. Когда соперник атакует прямым или кроссом, Ядон уворачивает голову налево. И в этот момент у него летит правая рука в контратаке. Итог и наш прогноз на бой Морайс Ядон. Многие говорят, что Морайс пробитый боец, что достаточно дунуть и он упадет. Но, ребята, его напрямую вырубил только Корий Санхеген в красивом ударе в верхнюю часть головы. В остальных случаях Морайса финишировали в гранд-он-паунде при остановке рефери из-за пассивной защиты. Это были массивные обстрелы внизу, причем сразу внизу, без нокдаунов стойки. Так что говорить о хрустальной челюсти могут только люди, которые не смотрели эти поединки и основываются только на сайтах статистики. Касательно Ядона и что он наносит много ударов в первом раунде, из-за чего может вырубить Морайса сразу после старта. Если глянете статистику акцентированных ударов Сона за последние 4-5 боев, то в первом раунде он наносит меньше всего ударов. В связи с вышесказанным, наша первая ставка на этот бой, раунд 2 начнется. Ее мы давали еще среди недели на канале Телеграм и Вконтакте. Берем ее в двойник с другим поединком. Вторая ставка, кто держит верх в бою. Безусловно, Ядон выглядит предпочтительнее. У него есть все ключи к победе. Можно было бы взять Сонов при матче за 1,4, но мы так делать не будем. Морайс – один из самых опытных бойцов дивизиона, и Ядон еще не встречался с такими. Надо смотреть поединок в лайве и брать китайца с кэфом повыше. Морайс нам это обязательно обеспечит. Те же лоу-кики у Морайса очень опасны, а Ядон редко прячет ногу от них. Бой начнется примерно в промежутке между пол-пятого-пять утра по Москве. Даже если не будете смотреть весь турнир в лайве, то поставить будильник и проснуться к этому поединку не проблема. В нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте мы расскажем, где смотреть турнир бесплатно. А у вас какой прогноз на этот бой? Обсуждение турнира в лайве будет, как обычно, у нас в чате по смешанным единоборствам. Ссылка под этим видео.